Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Их размер почти 130 миллионов рублей. Кроме того, в качестве еще одной причины называется выкуп имущества предпринимателями. Программа Экономика. Налоговики требуют банкротства. ЗАО «Красный инструментальщик» направили заявление в арбитражный суд Кировской области. Одновременно они требуют взыскать с предприятия 1,2 млн рублей. Как уточняет портал БНКИРОВ, это не первая попытка банкротства завода. Ранее с заявлением в суд несколько раз обращались другие кредиторы, но их заявления оставлены без рассмотрения. В июне этого года было признано банкротом ООО «КРИН». По решению суда на предприятие на полгода введена процедура конкурсного производства. Экономика. На 101 АФМ. ИП стало меньше из-за пенсионных взносов. Так прокомментировал уполномоченный по правам предпринимателя Андрей Вавелов статистику по численности таких субъектов. Если в 2014-м их в Кировской области было зарегистрировано 9200, то в 2016-м 8200. Ликвидироваться ИП стали чаще. 11,5 тысяч в прошлом году против 7,5 тысяч в 2014-м. По мнению Вавилова, это связано с трактовкой пенсионным фондом законодательства. Предприниматели должны платить фонд процент с дохода свыше 300 тысяч. Фонд считал, что имеется в виду оборот бизнеса. Магазин продал товары на 15 миллионов, купил его за 13. Фактически-то заработал, может быть, вообще полмиллиона. А пенсионный фонд, составшийся, значит, миллионов, но не больше 8-кратного взноса, это 132 тысячи, выставлял письма счастья. Только в Кировской области за 2014 и за 2015 год было выставлено порядка 19-20 миллионов, а 750 примерно предпринимателям. По словам Вавилова, только дойдя до Конституционного суда, предпринимателям удалось создать прецедент и доказать свою правоту. До этого им приходилось менять организационно-правовую форму. Также на статистику по числу ИП, по мнению Вавилова, повлияла рыночная ситуация, сложившаяся в связи с украинскими событиями и санкциями Запада. В завершение валютах доллар на сегодня 60.58, евро 71 рубль 69 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.